Что, все готовы? Соответственно, у нас модель называется «Видущий формат университетов». Действительно, вчера мы видели утром школьников, которые показывали, как они себя ведут. Сейчас мы могли бы посадить студентов, чтобы они показали, как они себя ведут, было бы весело. Действительно, много изменений. Из-за этого будем говорить про будущее образования, именно с фокусом на университете. У нас абсолютно фантастическая панель. Я надеюсь, у нас получится действительно очень хорошая дискуссия, я уверен. Из-за этого я предлагаю, каждый себя представит, коротко сам, и чтобы добавить немножко такой личности, как ответить на вопрос, что самое главное вы лично вынесли из своего университета. Вот, когда часто люди говорят, я ничего не вынес, ничего не использовал. Я лично вынес из университета свою жену из-за этого, и мне кажется, это очень полезная вещь. Давайте, когда начнем слева направо, короткое представление и ответ на первый вопрос. Добрый день, меня зовут Алексей Синников, я вице-президент Сколтеха, Сколский институт новых технологий, новый институт, который у меня в этом году исполняется. Ну и, собственно, мы его развиваем, строим, и то, чего занимаемся. Касательно университетов, трудный вопрос, а кто учился в нескольких из которых? Я бы сказал, да, совершенно разные опыты, да, которые, там, я учился в российском, в индивском, американском университете, это совершенно разные опыты. Но я думаю, что главный, если серьезный, да, то это способность по нарастающим, да, от российского к американскому критическому мышлению и к оценке, к оценке того, что происходит вокруг тебя именно с позиции, что из этого можно извлечь, как это можно применить, потому что российское образование более теоретическое, или такое, совсем не прикладное, именно университетское, да, во всем, а вот по нарастающим, чем западнее, тем более прикладно и с потенциалом применения. Вот, наверное, так. Добрый день. Меня зовут Роман Сарокин. Я являюсь зам руководителя департамента поддержки национальной технологической инициативы, агентства стратегической инициативы. Ну, смотрите, вот у меня образование, наверное, в отличие от коллеги и в основном российского раздела, нам принимают все это фонд-жоп-тренинг, как у вас назвало. И я по базовому образованию физики, поэтому, помимо жены, право знакомого в коллективах, тоже, как я говорю. Я, понятное дело, вы не с мной много знакомы. Знаете, вы готовили подготовку раз, системное мышление двое, критическое себя на различные вещи в книге. При этом я совершенно четко себя являю, абсолютно полностью осознаю, что с точки зрения какой-то прикладной подготовки, я мало чему научился выпускать. Хотя справедливости ради надо отметить, что все-таки из нас готовили ученых, физиков, а не инженеров, например. Вот. Но, тем не менее, вот, как такая хорошая заготовка, действительно хорошего качества после Косфакта, я вот вышел в собственную жизнь. Как и многие физики в том, что есть вести. Ну, я тоже представил сколько. Оскар Хакман, президент другого фонда. Я тоже учился, действительно, я учился в Германии, в ВХУ университет, потом по обмену в МГУ, в Финансовая Академия, и закончил имбирей в Гавайях, и дважды поступал на имбирей в Стэнфорд. И два раза я в Стэнфорд не поехал, в конечном итоге, потому что, когда мне присылали этот куритью, 95% предметов мне были настолько неинтересны, что я решил взять просто те же самые деньги, которые стоит Стэнфорд, и сделать свой собственный МГУ. Я потратил всю эту сумму, я ее отложил, и нанимал себе тех учителей на тех предметов, которые не были интересны. Я сделал такой первый личностный ВОСКОР университет. У меня такой самый лучший из всех моих образований, это было ЭКО. Из-за этого передаю слово нашему гостю из Америки. Какой вопрос был, что ты взял из-за университета? Для меня, по-моему, мой имя Джейк Чуан. Я родился из Сан-Франциско. И сейчас работаю на биосенсор, поэтому я надеюсь, что я беру сенсор в голове. Что я получил из-за университета? Я пошла в школе в Тексус, и мой учебный район был в электричестве. Я получил университет и университет. И что я взял из-за университета, что я взял из-за университета. и университета. Это требует, чтобы вы работали в работе. Но, конечно, есть много университет, что еще не случится после работы. Меня зовут Михаил Кожеринов. Я директор образовательного бюро Soling. Это такая небольшая компания, которая создает и разворачивает разные образовательные программы. Мы работаем с десятками разных вузов, с компаниями, средними, крупными, разными. До этого, до того, как основать эту компанию, я был 15 лет до этой частной школы. Вот такой бюджетный программ. Если говорить про август, я учился в педагогическом, это МКП, сейчас это МПДУ. И, наверное, главное, что я оттуда вынес, это такой герцесский программ. Когда я там учился студентом, так раз была перестройка, была очень высокая студенческая активность. Студенты сами там организовывались. Мы там организовались, примкнули к нарождающемуся тогда движению педагогов «Новатора», когда пытались делать творческие союзовщики СССР там разные фигуры и монстры. И мы, как такие активные студенты, в это все ввелись, впитывали в себя методики разные и так далее и тому подобное. И вот это чувство какой-то дерзости, чувство о том, что мы можем что-то такое сделать, изменить этот мир, оно, наверное, всю жизнь со мной идет, сформировалось, наверное, там. И что я еще могу сказать, что хотя 25 лет прошло, и, в принципе, многое звучит то же самое. То есть мы говорим о личностном развитии, образовании, индивидуальных образовательных проекториях, все это, в общем, тоже там говорилось. Но технологии их, как бы, на самом деле не оказалось. Все это время, все эти 25 лет технологии собирались. И сейчас есть ощущение, многие мне это говорят, что какое-то такое тяжеление. То, что вот сейчас происходит в своей идее, очень похоже на вот эти, конец 80-х и 90-х. То есть снова началось какое-то движение, какое-то бурление, и снова рождается новое поколение, которое хочется вершить в шаг, новое поколение в образовании. И мне это очень радостно выглядеть. Я вот как-то, хоп, и сразу обнимаю свою молодость, потому что опять вижу кучу горящих глаз. Это меня будет ко мне. Добрый день. Меня зовут Игорь Балах, и я в вашей компании Global Innovation Labs. Мы вот примерно так же создаем контент для университетов, для аккопативных университетов. Мы занимаемся аккопативным образованием. А что касается того, что я университет, я учился в двух очень странных заведениях. Причем одно называется Московский Фестерк, другое называется МАЙТИ. Оба этих учебных заведения очень не характерны, наверное, и они сильно выделяются и отстоят от всего остального в этом мире. Поэтому мы, наверное, очень характерны. Хотя есть одна вещь, которая, наверное, такая же, как у вас у всех. Поднимите руки, пожалуйста, в зале. Те, кто считает, что за три дня до экзамена можно выучить любой другой метод. Отлично. Вот сразу видно, выучить в российских университетах. А теперь те, кто считает, что за три дня можно, конечно, сдать экзамен, но учиться надо вести место. И делать домашнюю работу. Собственно. Вот как бы... Собственно, это основное отличие от системы образования, которое есть в России, которое... Я видел, что это был самый большой мой культурный шок. Когда я прилетел в Штаты, прошел учиться в МАЙТИ, я понял, что без того, чтобы делать каждый день домашнюю работу, причем много, нудных, монотонных, одинаковых, как мне казалось, когда дурацких примеров, невозможно получить нормальную оценку. Это был очень большой культурный шок. Наверное, вот эта разница и этот культурный шок остался со мной на всю жизнь. Я, наверное, всю жизнь пытаюсь понять, как правильнее и как все-таки лучше. И хорошего ответа у меня на этот вопрос не было. Спасибо. Останавливает музыку, прежде чем я, если что-то в этом году на культурном сайте или ручке, я знаю, что я не знаю, что у меня отчетку, я знаю, что я знаю, Я знаю, как я хочу. И я знаю, что я помню. Я знаю, что, что в автобусе я не могла что у меня не могли бы не быть самимым. И они просто поддерживали И это просто помогает мне развиваться, чтобы это было очень полезным в жизни. Я думаю, что университеты, для меня, на самом деле, было больше как-то жить, и как-то жить с другими людьми, жить с другими людьми, и делать такие вещи, которые я думаю, что очень важны для жизни. И еще маленький фактор — это академик, который очень помогает мне в моей карьере и помогает мне узнать, что я хочу сделать в моей жизни. Сергей Барданов, руководитель группы развития университетских фитнесистем в российской внешней компании. Ну, во-первых, я закончил этот университет, и, соответственно, могу сказать, что это, наверное, было одно из лучших решений в моей жизни — сюда поступить когда-то. Почему? Потому что я здесь научился, наверное, трем ключевым вещам. Первое — это использовать те возможности, которые у тебя есть внутри университета. Не университет, а поверх университета. Под университетом, в общем-то, откуда угодно. Но они находятся здесь где-то рядом. Второе — это не бояться экспериментировать, пробовать себя в одном, в другом, в третьем. Я не знаю, выступал в КВН на этой сцене когда-то лет десять назад или больше, да, и так далее. И, наверное, третье — это научиться договаривать. Потому что университет — это некоторая модель государства в государстве. Если ты не понимаешь, как работает система здесь, то ты не понимаешь, как система работает вообще где угодно. Здесь точно такие же группировки формально, здесь точно такие же какие-то принимаются решения. Нужно понимать, как это влияет, как сделать так, чтобы реализовать то, что ты хочешь, как участвовать в чем-то. То есть полностью все возможности были для этого, но ключевым было научиться договаривать с этим. Ты будешь договариваться со всеми, с преподавателями, с деканами и так далее, договариваться со своими студентами, с кем угодно, начинать от ректора, который может тебе дать деньги. Ну и вот это, наверное, куча речи. Спасибо большое, я рад, что все начали три пункта полезных вещей, и очень чувствуется, что все-таки все любят это время. И действительно университет — это первое время, когда обычно ты начинаешь выбирать сам предметы, как минимум раньше это были предметы, которые хочешь изучать. Сейчас давайте попробуем немножко уйти в футурологию, перед тем, как мы перейдем к каким-то прагматичным вещам, которые можно делать. Много говорится про персонализацию, образовывающего образования, губеризацию, что в принципе идея такая, что каждый человек заканчивает свой личный индивидуальный университет и учит то, что нужно, когда нужно, а не когда и когда им говорят. Кто на себя возьмет смелость нарисовать некую картину будущего, как могло бы быть, если бы не было каких-то заприканов? Ну давайте я попробую нарисовать хотя бы не будущего, а прошлого. Вот давайте вспомним, что там было примерно 700 лет назад. Были рукописные книги, сидели там правильные монахи, правильные обученные, и красивым почерком и рисовали книги. А потом появился наш Петерберг, который взял и начал отпечатать эти книги. И книги стали доступны. И вот сидела такая вот, примерно как наша панель, и говорила, как же так можно? Это же ужас, это же вытаскивает из книгу дедушу, она же становится доступна для всех. Ведь каждый может взять и прочесть. А как же вот? Вот примерно то же самое, что происходит и сейчас. Только из книжки мы ушли куда-то в онлайн, вместо того, чтобы это была книга, появилось видео, появились мульти, появились все эти другие способы передачи знаний. Изменит ли это? Нет. Конечно, изменит. Изменит ли это университет? Конечно, изменит. Убьет ли это университет? Я не думаю, что это убьет. Книги университета не убили, они университет образовали. Так же и здесь. Новые технологии, вот в университете. Да, будет как бы персонализированное образование, да, у нас будет больше возможности получать информацию разными способами, более качественные, но никто не сказал, что университет убьет, потому что университет прежде всего следует, прежде всего общение, прежде всего те связи, которые у нас прорабатываются, наша специализация. И как хоум спулинг не может заменить таким образом классическую школу, так же и наличие любых книжек онлайн, интерактивных компьютерных почек при бомбах, не смогут убить тот опыт, который дает нам университет. Те, собственно, вещи, ради которых мы там учимся. Того, как мы учимся встречаться с девушкой, пить с друзьями водку или заниматься спортом. Спасибо. Я думаю, что сегодня мы видим огромное effort для дегитации. Но если мы только что делаем, мы видим, что мы изменим от притки пресса к дигитам, Мы имеем в виду эту возможность для того, чтобы научно-учить материалы адаптироваться для вас, для вас. И есть многое, что нужно сделать для электронных медиа для того, чтобы понять, для вас. Возможно, когда телефон first появился, что мы называем «думп» сегодня, и это будет много лет для вас, чтобы быть смартфон. Но даже смартфон сегодня, это смартфон, что если вы потеряете, что если вы потеряете его, то кто-то подходит его и он не ваша мастер. Нет, это не так. Вы still нужны password, и все это защитно. So the same thing with the textbook. I think the textbook can go from printed text to the current electronic text and then it can become smart. But how does it become smart? How does a book know about you as a learner? How much do you get challenged? Is it too difficult for you? Is it too simple for you? And then you can change how the material is delivered to you, the pace, how fast it is delivered to you. And this is actually something which I've been working on for 10 years. 10 years ago, I was called to the school by my son's teacher. He was in fifth grade. And the teacher said, your son is disruptive in class. And I thought, wow, he's disruptive because he's bored. You should teach him something that would challenge him. And the teacher said, there's 32 students in the class. How can I teach you to just your son? So for 10 years, I've been working on IOS sensors, trying to answer that question. Just very quickly. Here, you can see my brainwave coming out on screen. And at the bottom, there's this circle that represents how much I'm focusing and how much I'm relaxed. So very simple thing. Focus, for example, is very important during learning. So I'll just leave it this way. Focus is very important, right? When you are learning a subject, if a subject is not interested, you will lose interest, you will lose focus very quickly. And in the traditional textbook, you cannot do anything about it. In the electronic textbook, the smart textbook should be able to detect that you have lost interest and start changing the content to keep the student engaged. And that's how you can actually transform the future in university. And I truly believe that. I saw that when Will was speaking, you were especially focused. I was watching the monitor. Alexey had some emotions about this discussion? I think, on the contrary, that no one who wants torete it. It's a lot of people who are not able to communicate. I'm a huge fan of the tech. It's all about the tech. They're not able to communicate. And they're not able to communicate, the transparency of the technology. I would say that the way that the level of the infrastructure led is not to be able to communicate. But they stay guided by that. And as a result, there are ways that it is not to be able to communicate. Да, основная вещь, залёт где-то теха и вот, там, остальные сутки и, как думать, но для того, чтобы участвовать в генерациях последовательных содержания. Например, анализов. Банальная вещь, да, для того, чтобы брать конкурсы и текст-рекурсов можно знать лишь какой-то. Вот точка. Если ты его не знаешь, ты не участвуешь в этом формате никак. Потому что учить с переводом невозможно терять высоту. И для того, чтобы использовать и узнать не какие-то глобальные вещи, но банально, если тебе на нашем университете, сделать так, чтобы студенты владели английским языком, но достаточно для того, чтобы на курсы и текст-рекурсы всё. Таким образом, ты входишь в эту компанию и получаешь всё то, что можно получить. На самом деле, это мой план, то есть, что сложные вещи, какие-то про будущее, решаются порой простыми элементарными шагами, и достигать этого не какими-то там естественными силами, а доступными усилиями. Кстати, Розетта Стоуна были первые, кто начал обучать английским языком, используя компьютеры, да, собственно, картинки, конфлигивания, и в принципе результаты намного лучше, чем стандартный способ. А вообще в выучке цепи, с которым это элементарно, это не служба, знания, мысли языка не есть против цепи. Можно в русской выучке использовать, почему-то, я понимаю, что там в России, так же, как на самом деле Америка ставят на большие страны, где можно говорить по-русски или по-английски, они ничем себя не ограничивают, да. Разница в том, что в генерации контента в Америке просто их взят в раз больше, чем 10, так много. Да, мы в этом рынке дременно срабатываем, и это не стоит. А я, Леша, я, наверное, не бандируй тебя сейчас, я, знаете, с каким-то сейчас выиграл. Я скажу, что вот в принципе система образования – это очень важная система, и все нововведения, все инновации, которые живут в системном образовании в целом, да, в этой отрасли, они приходят не изнутри системы, они приходят из других отраслей. В частности, сейчас основная масса изменений приходит из IT. Фактически современные IT-разработки меняют не столько контент, его качество, сколько способов подачи, способов освоения, тогда когнитивная обратная связь, пожалуйста, и все остальное. Вот. Я бы хотел сказать следующее, что в принципе, на мой взгляд, контент не проблемный сейчас, но принципиально новые методы освоения, усвоения контента и принципиально новая парадигма того, что тебе нужно запоминать, а что не нужно, вот, например, запоминать просто человечество развивается следующим образом. То есть мы фактически на каждом этапе производим постоянный экспорт интеллектуальных функций за пределы очередной коробки. Ну, условно говоря, функция, не знаю, там, счет, вычисление, это интеллектуальная функция, запоминание и прочее. Навигация. Навигация. И навигация, что хотите, мы экспортируем постоянно за пределы очередной коробки. Когда появились, если взять, не знаю, напередливого инженера, который проектирует мост, вот без той типа справочных материалов он из себя малышко представляет. Он экспортирует, ну, он аутсорсит частные интеллектуальные функции вокруг себя. Сейчас у нас появился компьютер. Сейчас вычислительная мощь, там, по закону Мура растет, там, удваивается каждый, я не знаю, сколько сейчас мы добавляем, чуть-чуть, чуть-чуть не могу. Соответственно, вот этот вектор, экспорт интеллектуальной функции, он приобрел доселе дневный масштаб, у нас сейчас происходит такая вещь, как фактически это тоже экспорт интеллектуальной функции более высокого уровня. Мы понимаем, что сейчас существует искусственный интеллект, который сегодня способен уже на многое. Например, Стивер Хокер, ну, сколько, год, наверное, назад заявил, что вы слышите искусственный интеллект, в общем, давайте с ним будем обращаться осознанно. Если он пройдет не так много времени, он заткнет нас с вами за пользу, он нас не зайдет. Мы понимаем, что мы обрастаем гигантским количеством того, что называется системами поддержки принятия решений, различными похожими у меня системы. На базе искусственных интеллект, которые знают, между прочим, иногда про нас больше, чем мы сами. Системы, которые работают на уровне анализа данных, которые искусственный интеллект, который был научен на больших выборках. Я сейчас не буду рассказывать про IBM Watson, про другие системы. Например, про системы, которые работают в провайдере, когда фактически по латтерному поведению абонента можно предсказать некий рост недовольства абонента услугами фактически еще до того, как абонент понял, осознал, не интерполизовал, это желание для себя. В этот момент ему можно предложить какие-то бонусы, плюсы, тем самым держать аудиторию. Какой-нибудь, не знаю, радио-понтора, которая там, словно, отличается от Европы плюс тем, что Европы плюс — это не все, а понтору — все, просто потому что эти индивидуальные, индивидуализированные плейлисты. В общем, понтора знает о ваших предпочтениях больше, чем мы сами. И так далее. Вот это все привносит в систему образования не новый контент, а новый метод его освоения и новую породительность того, что надо осваивать и что не надо осваивать. Вот это принципиальное изменение. Второй тезис, который я хотел просто очень быстро озвучить. Я сейчас со стороны, наверное, того агентства, которое представляю, со стороны той инициативы, который состоит национально-технологичный инициатив. Мы сейчас с вами говорим об университете как о неком субъекте образовательной деятельности. Мы, признаться, рассматриваем университет, я сейчас принципиально говорю слово «УС» и учебное исследование. Мы рассматриваем университет далеко не только как субъект образовательной деятельности, но также как субъект научной и субъект экономической деятельности. Уже, наверное, всем таки воспоминали вот это сравнение, что если взять всех выпускников MIT, и сайт-форигатор, да, и гатор, в общем, да-да-да, которые когда-то были сооснователями, основателями там, да, компании, если взять общую модернизацию этих компаний, то получим примерно один из самых экономики мира. Нет, в чисто сканте пробился, а мы идем девятым. Вот, коллегия у вас за счет. Вот поэтому, еще раз, мы рассматриваем университет не только как субъект образовательной деятельности, но как субъект экономической, инновационной деятельности. Мы рассматриваем это как то место, где, если говорить, наверное, на основании Евгения Канисова, как пересекаются, то есть как можно выразить жизненный цикл талантливого человека, жизненный цикл инноваций. И вот это пересечение рождается на перспективных технологических рынках. Новые бизнесы, новые вещи, новые воспитания, собственно говоря, должны составлять фактические цели национальных конечных целях. Ну и где-то уже наглаждение тезис? Что? Где здесь? Да. В первом тезисе я утверждал, что все-таки контент сейчас не проблема. Я позволю себе не согласиться с этим? Что тоже касается языков, например, условно говоря, та же Картана, Google Translator и все остальное. То, что Microsoft запустил Skype и переход практически на виду, конечно, в переходе литературный. Он уже будет лучше. Я думаю, что у вас есть разнообразие для университетов, особенно в Университет и студенотко Я думаю, что у нас есть value proposition, что университет и университет. И, как и больше, что люди могут получить курсы или микроэнергетия, или, я не знаю, мы поговорим о блокчейн, который является интересным технологиям, что позволяет людям показать что они могут сделать, показать где они получили уникальные skillы. Я думаю, что там много разных пассов, которые открываются для людей. И люди могут получить их, потому что университет и университет, что это не гарантирует ли уникальный, в том числе в США. Я не знаю, что это выглядит, но это выглядит. В том числе, что университет и университет. Университет и университет, в Украине, в Украине, в мире, не требует участия на колледжи. Пенгвин Publishing, это же самое. Потому что они находятся, что люди, которые приходят от университета, не имеют уникальные силы, которые не имеют в университет, что они не имеют университет. Я не говорю, что я не хочу, что я не хочу, что университет, что университет, что я не говорю. Вáchовования сейчас есть несколько методов. Но сейчас появляется muchas возможностей для людей, чтобы получить высокую работу в разных местах. И сейчас сегодня вопросом больше не где-то где-то или куда-то на школу. Но могу ли вы делать работу? И я не хажаю где-то я ехал. Я не хажаю другие. Надо ли учитать работу? И я думаю, что это происходит потому что, в в данном моменте, когда мы сейчас имеем в виду У нас сейчас много информации, университет не более в фильтре в которой аккредитация happens. И я думаю, что это будет продолжаться. Я не знаю, что это значит для всех университетов, я имею в виду, Harvard, MIT, университет, они не будут университет. Но у них не будут университет, они уже страдают в Университет. И я думаю, что это будет продолжаться университет. У них будет больше способов сертифицировать вашу способность делать определенные силы, делать определенные работы, без университетов. Это точно. Как это заканчивается и выглядит в 10 лет, я не знаю. В продолжении то, что мы говорили роман про МТИ, и, собственно, участие в университетах, мы, когда обсуждаем со всеми это, у нас все-таки есть такая наша общая глобальная версия состоит в том, что первое, что университеты в будущем основные игроки на рынке борьбы за таланты. Соответственно, те, в которых привлекают за таланты не только в виде студентов, но и в виде профессоров и так далее и тому подобное. А так как в будущем эти войны за таланты будут еще более сложные, чем сейчас, то они будут играть в следующий уровень. Второе, соответственно, это понятно, что университеты – это те места, где происходит генерация не только нового знания, но и, собственно, нового бизнеса. И потом, собственно, это те места, где будет формироваться экономика будущего, через, проходя через эти, скажем, как место, полигон для будущего. Университет – это место, в котором закладывается культура, как в будущем нужно будет взаимодействовать с внешним миром, в том числе с роботами, в том числе с любыми инструментами и так далее. То есть через университет будут получаться эти вещи. В том числе между собой взаимодействовать людям. Ну и, естественно, еще, что все-таки университет не сможет… Ну, то есть, университет – лучший, это как третье место. Да, есть, понятно, дом, работа где-то, да, плюс это третье место. Возможно, они сольются все втроем когда-то, да, это тоже вариант какой-то. Но… Или одно заменить другое, не знаю. Но, по сравнению с этим, это третье место, в котором максимально эффективно будет развиваться те таланты, которые там находятся. Которые будут туда попадать, которые будут получать максимум возможностей для их, скажем так, наименее затратной энергетической траектории развития. Я уже чувствую проявление… Это уже… Я сейчас… Ну, что с другой стороны зайду, но продолжим идти. Университет, конечно, не умрет, но что с ним будет, какую он будет роль занимать, зависит очень сильно от того, как он ответит университет, институт, на тот курс, который сейчас есть. Вот… Пока сейчас была ситуация, что раньше мы приходили в какую-то одну сфокусированную точку, неважно, дискиса, школу, университеты, там получали 90% знаний. Сейчас ситуация, не менее, сейчас проектов нет. В образовательных пространств того нет. Мы получаем образовательные пакеты еще откуда. То есть мы получаем образовательные пакеты из интернета, вот как там прокурсеры работают, еще откуда. Или студенты едят на какие-то курсы постоянные, когда-то вот. То, где мы получаем образовательный пакет резко расширен, это зона резко расширена. Нет сейчас такого, что мы получаем вот эти 90% университетов. Вот. Кто-то это описывает как того, что появляется некая система, другая образовательная, кто-то еще там как-то. Но важно, что ситуация очень сильно меняется. Наше образование это теперь не институт, а оно все, оно расширится. Это город, или там, или страна, и так далее. И в этой ситуации возникает вопрос. А где находится оператор образовательного пространства? Где вот те находятся операторы, которые будут обстраивать всю эту пространство, чтобы студенту легче было там ориентироваться? Так вот, студенты на сегодняшний институт на сегодняшний момент с моей точки зрения вяло реагируют на этот выпуск. Если они не идут вот в это вот, или очень ромко идут вот в это более широкое пространство, чтобы его обустраивать. Если эта ситуация будет так же продолжаться, то институты, мне кажется, не смогут с горками военных заталантов. Они станут всего лишь частью этой экосистемы, причем не узловой, не узловой, а просто там они будут там какую-то часть базового образования получать, а все происходящее будет исходить в каком-то другом пространстве. Если ВУЗы сейчас ориентируются и активно начнут идти в это пространство в обустраивание, то они станут узлами этой системы. Ситуация будет несколько другой. То есть, здесь вот такая вот есть точка дезуртации для УЗА. Как они на него ответят, пока для меня неожиданно понятно. Мы будем смотреть, наверное, смотреть участки и действия в этой ситуации. посмотрим, что в итоге как бы будет. Второй вызов, который есть в ВУЗе, он связан с тем, что образование становится непрерывным. Мы начинаем учить всю жизнь, все слишком динамично меняется. То есть, раньше что было? Мы поучили в школе, поучили в инстудии еще там пять лет. Ну и все, дальше можем работать, ну там может повышение квалификации и все. Теперь нет, теперь надо обучаться все военно. Но это значит, что я должен работать и обучаться одновременно. Современный ВУЗ, причем все военно. Современный ВУЗ к этому не готов. Все там заточено так, чтобы студент был и учился вот здесь, в этом месте. И хотя студенты пытаются это сочетать с работой, на самом деле та архитектура, которая существует, она очень сильно этому как бы мешает. Это вызов. Сможет ли ВУЗ доискровать свой технологический, я скажу так, процесс обучения, как только это можно было сочетать с практикой. Это тоже вопрос не очень понятный. Третий вызов это о том, что не меняется все-таки содержание. Я бы не сказал, что совсем не понимаю. Фокус смещается. Раньше у нас был фокус на зубе. Знаете, умение навыки, да? Все именно про это говорили. Теперь фокус несколько смещается. Теперь очень много говорят про криптизации, про мышление, про ресурсное состояние. Какая-то другая отриада появилась. Причем она не отрицает первое, она не отстраивается на них. Но там сильно меняется содержание из-за этого. И так далее. Насколько к этому опять же готов вкус, тоже не очень понятно. он цепляется за старые свои нормативы, на которых он базировался. И это тоже ему мешает двигаться встает. Но при этом сама эта новая отриада очень толкает практикой ориентироваться. Нам надо идти в эту практику и тоже об этом много разговоров и в связи с тем, что работать надо все это превращается в определенную проблему. Ну и последнее, что я хотел сказать, придется изменить ритм. все-таки все-таки старый вуз, вот мы вспомнили, как монахи сидели переделали, надо сказать, что мы говорим об университетах, но они были очень разные. Систему классного урочка наконец в 17 веке придумали, а университет был с 11 века. То есть университет был совершенно другой, больше на цехалка похожий. потом он стал другим, вот как сейчас мы его привыкли видеть. И это не просто так, потому что есть запрос общественный. Вот это индустриальное общество, в котором мы жили, оно запрашивало определенный социал тип человека. Мы не обращаем внимания, как научился этот контент. А там действительно определенный. Мы включаем задачи, задание какое-то выполнение, задание выполнение, но по-другому инструкцию выполняем, инструкцию выполняем. Очень часто выпускники после того, как кончили курс, они без инструкции вообще не могут действовать. А вот своеменное общество требует очень большой динамичности и способность решать. Можно это описывать в разных языках, но для того, чтобы сформировать ассоциатив, вот эти другие новые качества, как я сказал, родители, это должна быть совершенно другая. Должны закладывать другие партины. Это тоже вузы. Потому что вузы, с моей точки зрения на эту тему очень мало думают. И если на вызовы вузы ответят, они останутся образовательными званиями. Если не ответить, мои точки зрения, они бы хотят состоявить на эту тему. А скажем, то, что мы можем посмотреть на то, что мы можем посмотреть на то, что мы можем на то, что мы можем посмотреть на то, что мы можем сделать это. 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 не могут три предложения связать. Запомнить какой-то тост, считывают с телефона тост на свадьбу лучшего друга. И это неуважительно. Все равно это ценится, память ценится. Музыку если взять, живая музыка до сих пор ценится. Вообще нет никакого смысла играть на гитаре или кардионе. Но мы все любим живую музыку. Это ценится. Но цифровые носители сделали доступно ее по всему миру. Всем. Даже самым бедным. То же самое с образованием. Но в образовании есть критика. Есть люди, которые очень другое последствие всего, что мы сейчас обсудили. Можно видеть или риск, или возможность. Есть действительно категория людей, которые видят основной риск. сейчас, что будет куча детей, которые решены успешной жизни. если мы посмотрим на возможность, что можно сделать. Вот мой вопрос в группу. Что можно сделать с технологиями сегодня, чтобы усилить когнитивные функции. Соответственно, не на аутсорсе, а чтобы улучшить память, чтобы улучшить образование, чтобы улучшить предпринимательские навыки. Я думаю, что все видят отрицательную сторону, никто больше не разговаривается в телефонах. А что можно сделать, чтобы улучшить те, что есть сегодня университетское образование? Алексей, может быть? Я не считаю, что это не улучшают. Они меня это делают другим. Это не улучшение. Мы, консерванты, консерваторы, и прошлого отношения к вещам, считаем, что это плохо. Люди возле моего сына, 16-17 лет, они не считают, что это плохо. Они не считают, что это плохо. Тост телефона это плохо. Это исключение. Да, мы так считаем. это не то, что они так считают. И они считают, что это оскорблением обиды, когда читают тост телефона. Поэтому я думаю, что здесь нельзя так противопоставлять, что что-то сейчас хуже, чем когда-то было. Да, раньше небо было голубее, вода была чище и так далее. Потому что это было, когда мы были моложе, и нам все это нравилось, это были наши традиции. Нужно это принять и понять. Нужно понять, как это использовать для того, чтобы сохранять то, что нужно сохранить, но в то же время стараться увеличить сейчас объем информации, который сравнивается у наших детей, вот там, десятки раз больше, чем мы употребляли и могли переводить. Это факт жизни. Они уже другие. Поэтому, такие требования, как мы к себе, мы тоже не можем. И это будет про университет сказать, что университет что нужно сделать? Вообще университет очень медленно меняется. Это такая криатура, которая, вот если вы посмотрите в Европе, на институции, которые больше 100-300-400 лет, увидели церковь, парламент и университет. И поэтому они так долго живут, что они очень консервативные. Я прекрасно помню, как менялся этот университет лет десять назад, как это было сложно, как это было, какое сопотивление было, а университет это консервативные, люди хотят меняться. И продолжают. Правильно, это очень успешно, можно перезагрузить университет на примере Миссисса. И поэтому есть какие-то простые вещи, которые можно реализовать для того, чтобы сделать университет лучше. Например, мы говорим о том, что мы говорим, что но никогда не отвечают просто как. Университет должен тот, должен тот, а как? Это отдельный процесс, который очень сложный. короткий пример отношения университета и работодателя, который тот самый талант употребляет, постоянно ноем о том, что наш университет производит и те, кого надо попадать. Это уже последние двадцать лет, может быть, сначала консервативные мы об этом говорим. На самом деле элементарный решительственный вопрос. Университет внутри основан на процессе в принципе компании работает по проекту. Все нормально. государство тоже на процессе. Вот перестроит управление университетом на проект, научит его говорить о том же, что сам работодатель даст ему тот товар, который ему нужен. Все. Матришную систему сделать, он будет работать. У нас же все университеты устроены по-прежнему процессом. Это опять же сложные вещи решаются достаточно простыми, управляющие в данном случае. шагами это приводит к тому, что вещи лучше. Есть простые решения. Можно я добавлю? Вот смотрите, а я бы хотел сейчас выдержать. коллега смела. Смотрите, к вопросу о том, что читать кто-то с телефона, что-то еще, живая музыка и прочее, прочее. ну, по-первых, никого сейчас не смущает, что и пистолетный жанр, вот как мы пишем друг другу электронные письма, то есть мы пишем по десятку штук ежедневно. Нас не смущает, что, например, сто лет назад за такое письмо ну, ч-ч-ч-ч. Это человек, наверное, кто-то отвернулся, скорее всего. То есть, да, не вступление, не комплимент, не завершение, вот, да, в том смысле, как это было принято лет 100 назад. А там, например, Бреста и Гарсена, ну, или просто Геннад. Ну, и прочее. Это первый момент. То есть, эта эволюция есть, поэтому читать кто-то с телефона, да, пока неприлично. Но, слушайте, лет через 20, я не удивлюсь, что есть ли какой-то вообще в принципе с порядком вещей. Я сейчас имею в виду массовую. Что касается, например, живой музыки и всего остального, слушайте, уже сегодня достаточно элитарная история. Вот, я, да, регулярно слушаю музыку, наушке, в машине, микро, где-то еще. Вот, каждый из вас, просто попробуйте подумать, сколько часов музыки вы слушаете в месяц, и сколько из них вы слушаете живую музыку. Или в год. и поймете, что живая музыка сегодня достаточно элитарная история, но, правда, которая может себе построить в развитом обществе, там, да, почти каждый его член, например, не может приближиться. Что касается, в целом, подхода к образованию, того, что родители боятся, что дети не могут, там, не знаю, без помощника виртуального, да, с подходом и так далее, двум слову, связать. В каком-то смысле, да, это, знаете, что это не проблема образования, это...